Что я обычно с собой беру в путешествие? Сумку, паспорт, деньги, милку, а нет, не в этот раз. И конечно же страховку. ВСК это самая надежная страховка в стране, которой я доверяю. Быстро, удобно и профессионально. Мы приехали на плотину Гувера. Она нам почти по пути была до Лас-Вегаса. Решили посмотреть. Мне очень нравится то, что нижние камушки светленькие, а верхние темные. Не надо туда смотреть! Я заебался с твоими горами. Смотри, как красиво, смотри, как красиво. Эти камни уже, блядь, снижаются. Но красиво. Голову повернули, а там такая мощная штука убийца. Наверное, там много винчика. Ооо, ребят, я тут стою на таком месте. Дикого пиздец, как стрёмно. Вот я не боюсь высоты особо, а здесь боюсь. Держусь вам крепко, потому что здесь у нас дамба Гувера. Вы видите, какой это вообще размер? Если вы хотите фотку с этим знаком, приходите с самого утра, потому что очередь просто пиздец. Мы уже минут 15 отстояли, и вот наша очередь уже на подходе. Значит, это прям вообще долго. Друзья, мы в Лас-Вегасе, и я думаю, это уже видно по нашей локации. Мы находимся в обычном просто море. Торговый центр. И даже тут казино. На каждом углу здесь бухло, здесь везде наливает бухло. Вот здесь я и должна жить. Проигрывать всё, что заработала, и бухать. Да, вообще. Минимальная ставка 15. Снимать казино по всей видимости нельзя. Неожиданно увидеть столько автоматов игровых просто в торговом центре, понимаете? Это просто торговый центр. А, и чтобы вы знали, у вас везде будут спрашивать ваше ID, то есть ваш паспорт, если вам 21 год. О, наконец-то. Мы выходим на улицу, наконец-то. Ну вот мы и вышли на улицу. Всё такое пёстрое. Короче, все едят, пьют, наслаждаются жизнью. Я на самом деле не азартный человек, поэтому мне, наверное, повезло. Ну, красиво так. Короче, жизнь-тусовка. Представляете, вы даже билет на колесо по зрению не можете взять без вашего ID. Так что паспорт носите обязательно. Мы поехали не одни, а у вас в Украине. Мы едем очень медленно, кстати. А у кого-то шоколадка. Кто-то подглядывает на неё. Смотри, хочется ездить на неё. Ням-ням-ням, голубой обвезу их. Примедительно смотрит. Посмотри на него. Да-да-да. У него как будто зависимость. Да-да-да. Аллилуйя, блядь. Ммм, да. Вот Лас-Вегас, пожалуйста. Красота. Знаете, не забывайте, что это самое большое колесо по зрению в мире. Самое большое колесо в мире. Весь Лас-Вегас Валя пиздит по телефону. А я сижу как Катя и жду её. Теперь влог веду я. В Лас-Вегасе пиздата. Очень много пьяных, объёбанных людей. Вечная тусовка. Очень дорогие парковки, очень дорогое жильё. Поэтому, наверное, мы останемся на парковке, ночевать в машине, а выпить съев нужно. В Лас-Вегас. Гуляем по Лас-Вегасу по-вечернему. Всё такое красивое, сочное. Видно, что очень богато, дорого. Тем не менее, мне кажется, что здесь, типа, Диснейленд для взрослых. Ходишь, бухаешь, тусишь, отрываешься. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь немного бездушный город. Но это, честно говоря, лишь на моё мнение. Прогулялись по Вегасу. Прекрасный Вегас. Красивый. Такой, прям затягивающий. И цены здесь такие затягивающие. Затягивает тебя бомжарный клуб. Чтобы вы понимали, мы сейчас ищем себе комнату на ночь. Да, мы вот не знаем, какую бы выбрать. Да, просто столько мест. Либо с соседями, либо нет, где посветли, либо темней. И, в общем, как вы поняли, мы будем ночевать сегодня в машине. А всё не просто так, потому что мы хотим бухнуть и нажраться. По-моему, мы нашли место, где мы остались. В опустенке. Чурелся. Да, конечно. Парковка стоит 15 баксов за 24 часа. Поэтому это куда выгоднее, чем за номер платить 200. 200 это дорого. Тем более за мотель. И мы не сможем после того, как нажрёмся, везти машину. Иначе у нас будет большой штаб. Поэтому мы оставимся ночевать за 15 баксов здесь. Ну что, всё? Переодеваемся и идём тусить. Если в Лас-Вегасе вдруг настигло странное настроение, то всегда можно нажраться. Просто кегля, наполненная замороженым, как смузи. Ромом с пинаколадой. Кстати, везде предлагают курить травы. Да, но мы не курим пока что. Вот, кстати, чтобы вы понимали, есть и такие бонги. Есть вот такие вот разные. Эта штука стоит 22 бакса. Мы вспомнили, что у нас есть ещё вискарь. Мы, наверное, дольём его просто сюда. Он же медовый. Не чувствуется, если честно, алкогольный он или нет. Мы вернулись обратно и спросили, а там есть алкоголь или нет. Он говорит, ну 10%. Ну мы такие, чё, это такой детский сад. Ну что, мы дома. Мы же дома, дома разрешено. Этому я научился в седьмом классе. А я в третьем. Кстати, много-то не лей. Стой, 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 стой. Это сейчас подожди, на дно ещё должно проскочить. Давай ещё чуть-чуть. Тихо, ка-ка. Да подожди, подожди. Как же хуя на ра. Здесь весь город бухает, ты говоришь, ка-ка нахуя. Я говорю, понюхай. Ну чуть-чуть. Ну давай. Давай до конца. Мы это пить потом не сможем. Мы вас учим, как правильно делать праздники и протельщики. Бухаем на парковке в Лас-Вегасе. У нас кухня здесь, мы просто готовим. А бухаем мы на улице в Лас-Вегасе. Там пиздата. Сумки сидят на просто переднем. Осторожней. На переднем месте. Я готова. Здесь Валя едет. Вон там я сижу. Мы немного располнили после трипа. Мир, в котором мы были бы сумками. Слушай, здесь вообще-то никак вниз не опускается. Да. Мы нагулялись в Лас-Вегасе. Вот так мы будем спать на вот этой... Очень жесткая хуйня. Да, надеюсь, нам вот так вот... Завтра не постучат. И сегодня. Или да, сегодня. Не хочу даже светить камеры. Тоню вдруг красную пимпочку увидят. Они по-любому слетят. Видите? Ну что, доброе утро в Лас-Вегасе. Вот мы тебя и повидали ночью. Выспался на парковке. Кстати, выспался. Все болит, но нормально. Кстати, у меня под ногами вискает же ебаный в рот. Вот мы и добрались до Сан-Диего. Го-го-го-го-го-го-го-го-го. И почти сразу мы пошли на пляж. Почти сразу. Скусят целый день. Потому что мы сегодня задолбались. И остались в номере. Просто разгребать кучу информации. Делать свои дела. И просто валяться в кровати. Потому что сил нет. В таких поездках нужны обязательно остановки. Несмотря на это. Несмотря на то, что по жену вроде что-то не очень хорошо. Я говорю, давайте валяться. Пошли. Привет! Это все такое наше. Первый песик из Сан-Диего О, бэйби Малышка, у малышки рак Слышишь, Бажен? У нее рак И она ест это, типа, как витаминки Малышка, ешь Все будет хорошо Давайте все дружненько поставим Хани лайк Чтобы она выздоровела Или он Она, скорее всего И у нее не будет рака Чеслятки, дюбой попсик Видите, раз это витаминочки Значит, все хорошо Значит, она выживет Да, она же выживет Да, она же выживет, скажи Конечно Русалочка с Себастьяном Жила и нормально Что могу сказать про пляж Он Огромный, длинный пляж Грязный, ну грязный в смысле Из-за водорослей Его никто не чистит Кстати, это хорошо, что никто не чистит Поэтому Хани может спокойно поесть До витаминок от рака Смотрите, какие пиздатые кактусы А нам такие по дороге не встречались Океан, конечно, крутой Шумит Вот мы просто завернули за окол А здесь такие булыжники крутые Надеюсь, он не упадет И куча-куча собак Хороший А, мокрый весь Привет Гимми, гимми, гимми Гимми, гимми Хороший Гуд бой Как хорошо, что это кофта Бажена И я могу спокойно руки вытереть От нее Посмотрит влог Получу пизделей Когда смотрите закат Даже не пытайтесь смотреть в телефон То, что вы наснимали Потому что с вами случится то же самое, что с нами Ну и как мне теперь отсюда спастись? Сейчас придется по камням Лазить туда-обратно И каким-то образом не намочить ботинки Я уже выскользнулась Ну что, делайте ставки Успеем мы пробежать или нет Не замочив ноги Спасибо, Океанушка, что прогнал нас Как бомжи возле огромного банка Мне еще перчатки нужны такие С обрезанными бомжами Ну давай Поехали 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 Сейчас в гости Маршмелло О, извините Ну что, друзья Вот меня и встретил Сан-Диего С охуительной погодой Кто бы мог подумать Ведь Сан-Диего Это самый теплый и солнечный уголок в Калифорнии И только мне, блин, повезло побывать здесь В самый дождливый и серый день Как такое возможно, я не понимаю Я сейчас сделала как самый настоящий русский человек Который сэкономил Но еще неизвестно Во благо это все будет или нет Значит, я пришла в парк Бальбоа И здесь есть несколько подразделений Несколько парков Короче, я сейчас нахожусь в японском парке И за него за вход нужно было заплатить 12 баксов А я, короче, прошла типа мимо У меня денег не взяли Я надеюсь, на выходе не будут спрашивать Я напоминаю, что мы в японском парке Какого цвета они все Я иду, смотрю на весь этот парк Да что, здесь 12 баксов подавать? Вообще не понимаю Ручейки, мостики Я не злый день Просто серьезно Все так восхищаются этой водичкой Я даже вот, честно, здесь фотку не хочу делать Вот настолько обычный парк Все, все, ушла В общем, что я могу сказать вам про этот замечательный парк Бальбо Сюда обязательно стоит прийти погулять Если вы любите музеи Здесь их миллион штук Я просто не музейный человек Поэтому я чисто люблю визуально посмотреть Это такой парк чисто семейный Такой прогуляться То есть, если у вас один день в Сан-Диего Час За час вы его сможете пойти В Сан-Диего Встречаем подписчичков Антон Замерзший Антон Который ходит и пугает нас Мы сидели в тачке такие Хотели припарковаться И вдруг И вдруг Он подъезжает в шлеме, да В шлеме Не стучит в окно Я думаю, ну все, мне пизда Бакер, да ебал Открываем окно Он такой Блядь, вас еле найдешь Что ты скажешь про Сан-Диего? Холодно, да? Самое теплое место же Он вон трясется весь Солнце Солнце, на камеру сразу солнце Хуяное место Ты только что говорил Пенсионный город Вот как камера включается Все вот это забывается Мы вышли на какое-то побережье Коронадо, да? Вот это даунтаун Это там, где я только что была И там как раз-таки Находится парк Пальбо Мелкий пизюк ушел работать А мы с Антоном вот стоим И рассматриваем Мидуэй Авианосис Сюда пойдем завтра, наверное Посмотрим Потому что сегодня и ветреный вечер Уже хочется Более в светлое время суток попасть Здесь то же самое Что в Лос-Анджелесе Меньше трафик А татухи здесь Делаешь? А, очень дорого Привет, Никитосов Да, кстати, Антон делал, оказывается Татуировку у Никитоса У моего Наумова Кстати, Никитос, тебе приветики Там ценников в России куда меньше Ну, тут ценники нормальные Гранд Риппер Там, то есть Полторы тысячи За сэшен Тут салонов много Но качество тут Вот там Чуть-чуть проехать Там Мексика Нужна туда виза? Нет Ну, американская виза есть Да Ты можешь съездить В машине 15 минут Долго на границе стоять? Туда? Нет Обратно Обратно долго Специально шла, чтобы вам показать Вот, посмотрите Этот замечательный отель Который снимался в фильме В джазе только девушки Всем доброе утро А мы еще в Сан-Диего Я не просто так хочу показать вам этот номер Потому что он супер-супер крутой Посмотрите Он выглядит как квартира Здесь все так уютненько Вот стоит только поставить цветочек какой-нибудь И будильничек Все уже преображается Здесь такой свет офигенный Вон зеркало такое слампочка Видите? Небольшая квартира Однушечка Здесь даже гардеробная есть Офигенно Просто смотрится классно Не как отель А прям как такая квартирка И за нее мы отдали 65 баксов Это вместе с таксами Вот если был бы такой вариант во всех штатах Мы бы останавливались в таких Иногда ты снимаешь за сотку Такой дерьмище А здесь за 65 И в такой вот красоту Единственный минус в том, что Здесь было ночью холодно Прям вот замерзал Потому что здесь очень сильно Проветриваются как-то Окна, двери В общем мы собрали опять Свои шмотки И снова в путь Я все же дошла до музея И сегодня я нахожусь На огромном авианосце Вход в музей стоил 23 бакса на человека Там везде сувенирка продается Можно пройтись по прозрачному полу Это конечно не Чикаго Где 103 этаж Некоторые люди даже боятся ступить на это стекло Вот такая железная хрень Огромнейшая На себе держит кучу-кучу самолетов-истребителей 50-60-х годов Также здесь представлены Смотрите, сидухи Выглядят они странно И кстати мне рассказывали То, что катапультироваться из такого самолета Это просто очень жестко После этого можно получить травму мозга Потому что когда ты катапультируешься Под задницей стоит баллон С напором воздуха Который выкидывает тебя наверх И это и больно, и жестко И вообще хрен знает Как ты приземлишься Ну а самое жесткое Это взлететь наверх Ну кстати, довольно-таки удобно Будем катапультироваться Кстати, в некоторые кабины Можно зайти и посидеть Если вам интересно Ну а я не хочу Поэтому погнали дальше Смотрите, как этот авианосец Выглядит сверху Огромная махина На нее вмещается очень много самолетов Я скоро найду эту информацию И вам скину 1001 фут в длину И 258 футов в ширину Мерки футов Посмотрите в интернетах Я хер его знаю И 54 тонны Весит вот эта вот штука огромная Представляете? Вообще интересно Как вообще такие штуки строят Сколько времени на это нужно Я вот, кстати, была на кораблях Несколько раз Помните, я была на Крузенштерне И он достаточно старый И огромный Такие люки То есть мне это уже все знакомо Я по таким лестницам бегала Чувствую себя прям как дома Я тут наткнулась Здесь есть какой-то театр Он бесплатный И фильм идет 15 минут Так что я пойду посмотрю Сходила я в этот театр Очень интересно Можно понять, что вообще происходило Обязательно сходите Там, в общем, картина будет непонятна Сейчас у нас идет дальше тур Вот такие койки у них были Просто в плашмю Еще и нижние Охренеть Не хотела бы я там спать Тут такая имитация Смотрите, чувак хрыпит Даже слышно Вот у них такие ящики открывались Там все их личные вещи Спокойной ночи Охренеть Вот сразу у них здесь люк был Телефончик Алло Можно, пожалуйста, пиццу? Прикольно то, что в Америке Вообще везде стоят чистящие средства для рук Ох, ну это я знаю Морские узлы Если кто помнит Когда я была на Крузенштерне У нас был конкурс Нужно было завязать 7 узлов На скорость Кто быстрее И я была, кстати, одна из первых Так круто Идешь типа по кораблю А ты уже что-то вот о кораблях знаешь О, крутяка Вот все приборы Тут уже, наверное, все на кнопки Подожмали-ка Прикиньте, как нужно было в этом всем разбираться Право руля 20 градусов на север Столько кнопок Еще здесь тоже Все в проводах Вы представляете? Один там сломается Где искать неполадки? Если честно, здесь вообще идешь И можно запутаться легко Думаю, что я несколько каких-то проходов пропустила Это невозможно Ты заходишь в одно ответвление Там еще с другой стороны И, короче, пропускаешь Ну что? А вот теперь Самое интересное Вот они Замечательные самолеты И взлетная полоса Представляете, каким только путем Мне предоставил информацию Боб Он через гугл взял и объяснил Что вот эта модель Это более старый Это вообще, типа, первый корабль На нем даже не было антенны Радио Этот после построили Это уже самая большая модель Теперь я знаю все Боб мне все объяснил Теперь я иду не с пустой головой Надеюсь, вам тоже понравилась эта прогулка по кораблю И мы погнали с вами дальше Да, с погодой мне явно повезло в Сан-Диего Пиздец Самый теплый уголок Калифорнии Напоминаю вам И вот замечательная скульптура Ааа, ну как так Только я так умею Вот мы и дошли Погода так и не налаживается Хотя там голубое небо Все движется ближе-ближе И так не дойдет до сюда Вот легендарная статуя Которая сделана с фотографии Я думаю, вы где-нибудь слышали эту историю Где, когда закончилась война Все радовались И все целовались Была победа Все такое, все счастливые И просто какой-то случайный чувак Поцеловал случайную телку И фотограф это запечатлил И по этой фотографии сделали Вот такую замечательную статую Все, я буду... Thank you Сейчас я уже ухожу от Мидуэ Потому что я хочу уже выпить пиваса И что-нибудь съесть Тут холодно Погода дерьмовая Обожаю Сан-Диего Что я могу сказать? Еще здесь дохуя китайцы В общем, если вы будете в Сан-Диего Обязательно заскочите в этот музей На Мидуэй Очень классное место И, блин, походите просто внутри Прочувствуйте всю эту атмосферу Место крутое Сгоняйте И, блядь, возьмите с собой шарф Куртку, шапку Ботинки непромокающие Короче, укутайтесь Как в самый холодный день Потому что здесь холодно И ветрено И дождливо Мне повезло Странно, что снег не выпал Так, я приехала в Уолттаун Здесь такое все должно быть Какое-то мексиканское Очень хочу взять где-нибудь пиво попить Вы только посмотрите, в какой рай я попала Вообще Сразу так захотела себе дом И украсить этот дом Блин, всякими такими ништяками Такая штука очень тяжелая Я ее даже не увезу Такие интересные кувшины Подсвечники А, ну это как раз же мексиканские штучки Классно, что я сюда заехала У меня сейчас так камера уже сядет Посмотрите, какие милые горшочечки Какие штучечки Столько всего Классно Вот такие штуки я обожаю Это рай Вот правда, я сейчас залипла Здесь минут на 30 Естественно, я не с пустыми руками Хочется купить все Вот это вот место для меня Я люблю всякую хрень Мне очень понравились вот эти вот фигурочки Посмотрите, как они сделаны Такой это кайф Здесь столько магазинов Эти улочки Они просто сводят с ума И, кстати говоря, вот эти вот милые домики Они такую атмосферу создают невероятную Я вот как будто бы в Мексике иду Я не знаю почему, но мне уже вот это вот все Очень сильно привлекает Мне порекомендовали сегодня кафе Койот Собственно, до него я иду Там еще бухлишко, кстати, есть Села я в эту кафешку Взяла себе пивас светлый Какой-то лагерь Очень вкусненький пивас И еще я заказала себе Рыбное тако С ковязиной и с курицей я уже ела А с рыбой нет Но все, прошло пару минут И мне принесли рыбный тако Пахнет вкусно Буду есть Друзья, это офигенно Если вы не пробовали рыбное тако Обязательно это сделайте Это очень вкусно Все течет, все капает Но это очень вкусно Вообще прям Доброе утро А мы в Лос-Анджелесе Теперь доброе утро Первым делом, что мы Стираем вещи Да, да, наконец-то Мы остановились У моего друга в доме Здесь живет несколько человек И еще пару ребят спят Поэтому я шепотом Вот эта комната Это бывший гараж И оборотов на подкомнат Да, в этот раз Л.А. встречает нас Не с самой лучшей погодой Здесь реально холодно Дубак Очень холодно Вот такой у нас милый райончик Бля, реально Приехали в Л.А. И просто Сдохнуть можно Зачем я пришла Не помню Конфетки есть Ем конфетку Это жовко Это жовко Конфеток нет Одно съем жовку Мы в самом прекрасном Солнечном Л.А. Где, блядь, ты? Мы посмотрели, конечно, по погоде Вроде завтра Должны быть и послезавтра Какие-то моменты солнечные Едем сейчас до Горы Где находятся Легендарные слова Голливуд Большие вот эти Огромные буквы Но что-то мне подсказывает Что они сейчас Мрачно будут смотреться Как минимум Займемся чем-то До приезда Равиля Потому что мы сейчас Еще за ним поедем А Равиль набрал с собой Шортиков Купальничков Там ух Приедет Надо было ему сказать Чтобы какую-нибудь Дубленку такую взял Мы искали в Песон Где бы нам остаться В Лос-Анджелесе И вот он ответ Прямо по пути Посмотрите Как вы все знаете Лос-Анджелес богат бомжами На самом деле Если бы я была бомжом Я бы тоже приехала сюда лучше Смотри, у него даже вид На Голливуд сайм Они хорошо устроились Здесь климат Отличный Виды красивые Лучше чем половина россиян жил Если честно То да Часть квартир По России Можно зайти Или домов Я хуясь От бомжатника Который находится внутри А у них Вон, блин Прекрасная красота Чисто все Ну как чисто Грязь, конечно Через что Нам приходится Пройти Чтобы увидеть Вот эти буквы И с ними Сфотографироваться А как вниз я пойду Я не знаю Вот они Легендарные буквки Святые леса Говно вот это Даже дотрагиваться не хочу Вот что значит В тапках гулять Сука Ненавижу Наверное Следующей жизни Когда я сам кошкой Ла-ла-ла-ла А зачем ты балансируешься? Не чтобы тебя видеть лучше Ну не, на самом деле Просто Опасно Почему? Ну... Что у меня Сломается шея? Не, просто если Сзади Допустим Какой-нибудь Не знаю Человек уснет Или пьяный Еще что-то Допустим Врежется в тачку То движение будет Такое Мы никого не возим А что слушаете вы В Лос-Анджелесе? Напели с Витаса пришли На Олея звезд Пахнет так как охуенно Сейчас пожрем Текозявка в правой ноздре Да, с погодкой нам, конечно, в этот раз в Лос-Анджелесе Ни хера не повезло Чуть-чуть было, конечно, солнечно Но в основном Сегодня весь день мрак И знаете, что самое крутое? То, что я уже третий раз в Америке И чувствую уже себя как дома То есть я иду сегодня по Лос-Анджелесу Такая гуляю И говорю Здесь я была Здесь я была Я иду такая Я все знаю Так он прилетел Уже думает, как улететь Потому что, видимо, я его настолько задолбала Любишь меня? Это ты? Нет Идеальная парочка Я говорю Почему бы пару конусов не убрать Которые нам мешают встать на парковку Убрал, да? Вот наши два Нужно будет только отнести Может, выкинуть его за барьер? Приехали в обсерваторию Посмотрите, какая здесь красота С одной точки можно увидеть весь город Лос-Анджелес Куча-куча огонечков таких красивых Все мерцает Город живет Красота Мы зашли вовнутрь обсерватории И смотрите, что здесь Авокадо Здесь, короче, рассказано про всякие лунные штучки Про космос Даже я могла еще показать До того, как эта обсерватория превратилась в обсерваторию людей Раньше, вот с двух концов Здесь были звездочеты Вот такие И они наблюдали за космосом Вот Сейчас куполы все закрыты И никто не наблюдает за звездами Блин, вы посмотрите, какая красота Инсталляции просто супер И за это не просят ни гроша Представляете? Так что, если вы выйдете в обсерваторию в Лос-Анджелесе Обязательно загляните сюда Класс Смотрите, какой прожектор какой-то нашли Или проектор Проектор звезд Такая космическая махина Красотка Я тебя уже почти все объездила Но еще много чего впереди Тут мне сообщили, что это сейсмограф Это штука, которая определяет у нас что? Землетрясение Землетрясение Движение в земле Движение плит Когда они развалятся То есть это все можно предотвратить Мы слишком поздно уже пришли К сожалению, через 5 минут здесь все закрывается Я вам реально рекомендую Обязательно позитите это место Если будете в ЛА Это абсолютно бесплатно И очень познавательно Особенно, если вам какой-нибудь чувак все это расскажет Вот мы и попали на тусовочку в Лос-Анджелес Мы немного припоздали, конечно, на мясо Но нам сейчас его вот на такой крутой штуке Я уже веган Когда ты начал Ебать Так, мы уходим, уходим На кой ваше мясо? Уходим, бля Бля, ребят, мы подъезжаем на Санта-Монику Столько народу я не видела никогда здесь Была, в принципе, два раза всего Народу миллион Поп-а-перки Just a starter Поп-а-поп Two cups of purple Just a warmer Two cups Drink I heard your bitch She got that water Splash Drip Drip Splash Drip 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 Приехали на Венис-Бич О, да Мы попали в самый хипстерско-бомжатский переулочек Все катаются на досках Занимаются разной фигней Кто что умеет, тот делает Например, вот картины Кто-то умеет играть на гитаре Играть на гитаре Не умеет играть на барабанах Играть на барабанах Ой, какие тут пальмочки замечательные, красивые Чувак заснул Может, это часть произведения Но зато он лучше, чем я играет Так что Просто немного сонно сегодня Короче, только собираемся уходить Все нормально ухуярит Доброе утро А мы приехали в Беверли-Хиллс Берегитесь, я нашла свой дом Ну, по крайней мере, мой дом выглядел бы именно так здесь Жирафы во дворе Слоны Прикиньте, целый зоопарк Извините, что мы подснимем чуть-чуть Привет Привет, маленький Ты такой худой, что ты пролетишь прямо в эту щель Охранник, да? Всех запустит домой в гости Смотрите, прям как в фильмах Идешь и натыкаешься на почту Блин, прям так хочется, типа, сделать Пальмы просто высоченные Ты не знаешь, сколько метров Я не умею считать метров И толстые Хорошенькое такое Вот так манят Леха сегодня нам для съемок клипа Предоставил замечательную машиночку В Америке живут доставщики пиццы Вот он Помните, кстати, точно Он же доставлял пиццу Мое тело, как произведение Я искусствую По делам, пока все приходят Чувства Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok